Обзац Обзац О книгах и писателях О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу о странных завещаниях писателей. В 2017 году «Литературный мир» потрясла новость о том, что друзья и близкие Терри Пратчета исполнили его последнюю волю и, в прямом смысле, прошлись катком по жесткому диску с черновиками и набросками. Однако книги писателя, в том числе и неизданные, продолжают публиковаться, и эта потеря только прибавила популярность автору. Пратчет был не одинок в своем эксцентричном завещании. Мы решили вспомнить, кто из его коллег оказался столь же оригинален. В свое время завещание Уильяма Шекспира сильно разочаровало исследователей и поклонников его творчества. Драматург позаботился о каждой бытовой мелочи, но ничего не написал о своих рукописях и книгах. Скептики ликовали, если Шекспир ни словом не обмолвился о рукописях пьес, значит, их не было. Но стоит помнить, что в 16-м, начале 17-го века тексты принадлежали не драматургу, а театру, и тщательно охранялись от конкурентов, так как были основным источником дохода труппы. С книгами все сложнее, ведь начитанный и образованный автор должен был иметь хотя бы несколько томов. Биографы и тут нашли оправдание – Шекспир мог брать издание у друзей или продать свои еще до кончины. Еще более несуразной в завещании великого драматурга кажется короткая строчка, вписанная явно позже остальных. В этой ремарке единственный раз упоминается жена Шекспира – Энн, которой он завещал вторую по качеству кровать. Правда, у исследователей есть мнение, что Энн должна была получить треть состояния мужа по закону. И хорошо, если это так. В противном случае посмертное распоряжение драматурга выглядит как издевательство над бедной женщиной. Лев Толстой Шекспира не любил и критиковал как мог. Однако, кое-что общее у двух гения все-таки есть. В своем завещании, переписанном за три месяца до смерти, автор «Войны и мира» тоже обделил жену. Все права на издание своих произведений писатель хотел передать народу. Юристы отговорили эксцентричного старца от этого шага, так как по закону у завещания должен быть конкретный адресат. Тогда Толстой отписал все младшей дочери Александре. Поступок мужа стал тяжелым ударом для Софьи Андреевны, ведь она и при жизни Толстого не скрывала своей ревности. Бывало, я переписывала, что он писал, и мне это было радостно. Теперь он дает все дочерям и от меня тщательно скрывает. Трогательное завещание оставил автор «Острова сокровищ». Кроме родных и близких, Стивенсон упомянул в тексте дочку старого приятеля, 12-летнюю Энни Ит, и отписал ей день своего рождения. Поступок эксцентричный и странный становится милым и понятным, если знать, что бедняжка Энни родилась в Рождество, один из главных христианских праздников. Про девочку просто все забывали, и добродушный Стивенсон не мог смотреть на это спокойно. Впоследствии суд признал этот пункт документа недействительным, так как день рождения не является имуществом. Однако родные Энни еще долго праздновали 13 ноября как особый день. В жизни Виктора Астафьева был период, когда он думал, что кончина не за горами. Поэтому свое завещание писатель составил задолго до смерти, и впоследствии оно почти не изменилось. Автор «Проклятых и убитых» перечислил всех своих фронтовых друзей и просил не забывать их имена, уговаривал потомков не становиться ни писателями, ни актерами, лучше всего крестьянами. Ну а самое главное, завещал похоронить его за пределами сельского кладбища. Толпа любопытных разрушит старое кладбище и затопчет прах моих дорогих односельчан и родственников, довольные того, что мы при жизни топчем друг дружку, писал Астафьев. Автор романа «Страк и отвращение в Лас-Вегасе» писатель Хантер Томпсон особого завещания не оставил. В его последней записке под названием «Футбольный сезон закончен» родные увидели скорее объяснение самоубийства, а не имущественные распоряжения. Однако кое о чем при жизни Томпсон все-таки упомянул. В 1978 году писатель дал интервью BBC, в котором рассказал, что мечта – это вечеринки на собственных похоронах. Это и сочли его завещанием. Расходы взял на себя друг писателя Джонни Депп. Прах Хантера Томпсона был развеян на закате из пушки, а для пущей зрелищности при выстреле в ствол добавили еще и пиротехнику. Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Продолжение следует... Продолжение следует...